Всем привет! Вы смотрите студенческие новости Универ Ньюс. С вами в эфире я, Анна Глазунова. Наша команда готова рассказать о самых важных событиях и жизни Казанского Федерального Университета. Итак, сегодня вы увидите. В КФУ прибыла делегация Народного политического консультативного совета КНР. Казанский федеральный университет с визитом посетили гости города Шанхай Китайской Народной Республики. В Казани закрывается 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. 29 августа в культурно-спортивном комплексе КФУ Уник состоится открытая лекция господина Джанчжуйми. Председатель управления и генерального директора Хайр Групп. Лекция посвящена опыту Хайр в разработке новых методов управления современным производством. На примере корпорации Хайр, которая провела крупномасштабные стратегические изменения, внутри компании можно оценить достигнутый результат, который позволил создать экосистему и в настоящее время конкурировать на мировом рынке не товарами, производимыми корпорацией Хайр, а созданными платформами. К данному опыту проявлен большой мировой интерес. Джанчжуйми выступает с подобными лекциями в США, Европе и Азии. А теперь к другим новостям. КФУ посетила делегация Народного политического консультативного совета КНР во главе с заместителем председателя совета господином Ваном Юнцином. В ходе визита члены делегации ознакомились с экспозицией Музея истории Казанского университета, а также узнали об основных этапах его становления и современном положении дел от ректора КФУ Ильшата Гафурова. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. В рамках мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills с визитом в Казанский федеральный университет прибыл заместитель председателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцин. По традиции, гость посетил Музей истории Казанского университета, где состоялась встреча с руководством ВУЗа. Проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов провел экскурсию по музею. Традиционно повышенный интерес у представителей Китайской народной республики вызвало рассказ об учебе в Казанском университете Владимира Ленина. А это Ленин, 1887 год. Вот он поступил в Казанский университет, учился на юридическом спутнике. Но был исключен из Казанского университета, потому что принял участие в митинге протеста. Для более полного погружения гостей в историю университета ректор Ильшат Гафуров лично провел презентацию КФУ. Он рассказал о богатой истории ВУЗа, его структуре и приоритетных направлениях развития. Достаточно большие изменения проходили, как вы видите, с 1930 по 59 годы, когда на базе факультетов, отделений и кафедр Казанского университета образовывались отдельные институты. Гость с интересом прослушал экскурсию, познакомился с основными въехами истории высшего образования в Казани, узнал о выдающихся выпускниках и преподавателях Казанского университета, а также побывал в Ленинской аудитории. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. Казанский федеральный университет с визитом посетила делегации города Шанхай, Китайской народной республики. Китайская сторона выразила пожелание посетить памятные ленинские места в рамках пребывания в столице Татарстана. В этой связи особое внимание было уделено экспонатам, оставшимся от периода учебы Ленина в университете. Гости осмотрели императорский зал Кафу и бюст Владимира Ленина. Подробности смотрите далее. Казанский федеральный университет принял делегацию Китайской народной республики города Шанхай. Делегации во главе с мэром города господином Ином Йонгом посетили музей истории Кафу. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов поведал о Казанском университете, обозначил приоритетные направления, рассказал о структуре вуза. Ленар Латыпов отметил, что первая кафедра изучения Китая в России была основана в Казанском университете в 1834 году. В этом году в Кафу будут обучаться около тысячи студентов из Китая. В заключении гости сделали фотографию на память возле бюста молодого Владимира Ленина. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Хоккейная команда Цзэнгтон из Китая перед хоккейным сезоном прошла медицинское обследование в университетской клинике Казанского федерального университета. О том, как это было, смотри далее. В университетскую клинику Казанского федерального университета прибыла хоккейная команда Цзэнгтон из Китая с целью пройти медицинское обследование перед хоккейным сезоном. В кабинете функциональной диагностики хоккеисты сдали электрокардиограмму. Ритмы сердца и частота пульса проверяются в покое и под нагрузками. Если прибор фиксирует изменения в работе сердца, пациент немедленно направляется к врачу. Здесь очень высокий уровень. Здесь очень хороший врач, его отношение к пациентам. Если есть какие-то вопросы, то он с легкостью ответит. Часть медицинского обследования игроки уже прошли в Китае, где уровень медицины довольно хорош. Но несмотря на это, уровень предоставляемых услуг в университетской клинике оставил ребят под впечатлением. Мы с удовольствием проходили обследование. Здесь очень хорошие условия и высокий уровень предоставляемых услуг. Возможности университетской клиники позволили игрокам в кратчайшие сроки пройти обследование и подстроились под график ребят. Игроки китайской хоккейной команды Цэнгтоу обследованием остались довольны. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Завершилась тематическая смена образовательного лагеря «Цифролета» в Елабужском институте Казанского федерального университета. Участие приняли порядка 300 школьников. Преподаватели Елабужского института КФУ познакомили ребят с программированием, веб-технологиями, психологией интернет-общения и многим другим. Подробности в следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета подвели итоги третьей тематической смены образовательного лагеря «Цифролета», участниками которой стали 300 школьников. В ходе занятий ребята повысили цифровую компетентность, освоив различные цифровые инструменты и веб-технологии. Преподаватели Елабужского института познакомили участников смены с дискретной математикой и программированием. Психологии интернет-общения учили управлять эмоциями, решать нестандартные учебные задачи, работать в команде. Мне очень грустно, что лагерь подходит к концу, потому что мне он очень нравится. Очень тут хорошие уроки, мне больше всего понравились головоломки и 3D-моделирование. Я впервые начала моделировать 3D-объекты. Мы сделали брелок, на котором на одной стороне написано «Цифролета», а на другой – мое имя. Также на информатике я создала свой сайт и мультфильм. И я тоже хочу попасть в следующем году в этот лагерь. По итогам работы всех трех тематических смен образовательного лагеря «Цифролета» были выбраны семь самых активных участников. Ребята представят кампус на международном кейс-чемпионате выпускников кампуса молодежных инноваций ТОП-200, который пройдет в Севастополе в октябре 2019 года. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюс. Событие, которого ждала вся страна, завершается. В Казани на стадионе «Казань-Арена» прошла церемония закрытия 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. На протяжении шести дней участники доказывали свое мастерство и умения в 56 компетенциях. Волонтерами такого грандиозного события стали студенты КФУ. Подробности расскажем в нашем следующем сюжете. 27 августа в Казани завершился 45-й мировой чемпионат WorldSkills 2019. Торжественная церемония закрытия прошла на стадионе «Казань-Арена», где приняли участие творческие коллективы Республики Татарстан и известные исполнители. Программа получилась яркой, красочной и динамичной. Главным событием стало награждение победителей чемпионата с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Помимо основных наград, отличившихся участников отметили особыми медалями. В рамках мероприятия состоялась передача флага WorldSkills следующему городу-организатору Шанхаю. Напомним, что чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Площадкой проведения чемпионата стал международный выставочный центр «Казань-Экспо». Участие принимали более полутора тысяч конкурсантов из 63 стран и регионов, которые соревновались в 56 компетенциях. Более 600 студентов Казанского федерального университета являлись волонтерами WorldSkills. А деревня универсиада была главным кампусом для проживания участников чемпионата WorldSkills. Из-за проведения чемпионата график заселения студентов в общежитии сдвигается на две недели. К учебе студенты КФУ приступят с 16 сентября. В связи с проведением чемпионата в КФУ проходит множество визитов, что способствует укреплению и налаживанию связей. Анна Глазунова, Универньюз.